Ответ дается 1 всем представителям. На ваше обращение, исходящий без номера от 23 ноября по вопросу продления свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карт маршрута по, как уже сказал Евгений Александрович, 22 маршрутам, сообщаем следующее. В соответствии с частью 5 статей директора Федерального закона 220 по результатам открытого конкурса свидетельства и карты маршрута выдаются на срок не менее чем 5 лет, в течение 10 дней, со дня подтверждения участникам наличиями у транспортных средств, предусмотренных его заявкой. Если до истечения этого времени не наступят обстоятельства, предусмотренные пунктом 1, 2, 3 или 7 части 1 ст. 29, либо пунктом 4 части 2 ст. 19 Федерального закона 220 ФЗ, действие указанных свидетельств и карт маршрута продлевается на срок не менее чем 5 лет. Это та норма права, на которую вы ссылались в своих обращениях. Еще раз зачитала. Согласно ст. 12 Федерального закона 220, порядок установления и изменений отмена муниципальных маршрутов устанавливается муниципально-правыми актами. На основании части 3 ст. 12 Федерального закона 220, в течение срока действия свидетельств, решение об изменении или отмене соответствующего маршрута по инициативе установившего полномочного органа, принимается не позднее, чем за 180 дней до дня окончания срока действия такого свидетельства. И вступает в силу по окончанию срока действия такого свидетельства. В случае изменения муниципального маршрута, перевозчик обязан в течение 60 дней со дня принятия такого решения обратиться в полномочный орган, который изменил этот маршрут, с заявлением о продлении таких свидетельств и карт маршрута. Из анализа выше приведенных норм следует, что продление возможно только в отношении действующих маршрутов, в отношении действующих свидетельств и действующих карт. Муниципальный маршрут считается отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте из реестров. На территории Новокузнецкого городского округа в порядок установления изменения отмены маршрута регламентирован положением, утвержденным решением 12.124. С учетом условий и обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.3 положения, согласно требованию Федерального закона 220 РЗ, на основании документа планирования решения комиссии по безопасности пассажирских перевозок от 15 апреля 2020 года, принято постановление номер 107 от 22 апреля 2020 года о унесении изменений в реестрах, предусматривающее установление изменений и отмену рядом муниципальных маршрутов с 18 ноября, о чем установлено в порядке, уведомлены юридические лица, осуществляющие регулярные перевозки по соответствующим маршрутам, то есть и вы в том числе, все. Решение об изменении вида регулярных перевозок по 70 и 88 маршрутам и решение об отмене всех остальных 20 маршрутов были приняты 15 апреля 2020 года и вступили в силу 18 ноября. Следовательно, указанные выше маршруты с 18 ноября отменены, либо изменен вид регулярных перевозок, и перевозка пассажиров по данным маршрутам с 18 ноября не осуществлялась. Таким образом, на сегодняшний день продление свидетельств и карт маршрута на маршруты, указанные в обращениях, действующим законодательством не предусмотрено. Почему пазики работают по сей день на 345 везде? Почему пазики? Убирайте пазики тогда! Убирайте, чтобы ни одного пазика не было! Это вообще ужас какой-то! Завтра выйти и будем колеса колотить им пазиков! Все! Почему мы так можем сделать? Наши предприниматели 20 лет с лишним назад это затеяли, и за свои деньги купали автобусы и все! Возьмите, мы договорились, что мы предоставляем слово, потом его отрасли. А теперь город помиляет миллиарды, а предприниматель не будет самостоятельствовать, и я в 20 лет взял это... В городе денег нет, они миллиарды это кому-то дарят! В Питер автобусы! В пандемии бороться надо администрацию таких людей! Вы говорите закон, и уйдем в голову! Уважаемые граждане, я хотела бы прокомментировать позицию администрации, в частности, вот данного юриста, который зачитывал нам этот ответ. Я хочу сказать, что мы... Я хочу сказать, что мы... Мы должны начать комментировать юридическую сторону данного вопроса, а потом дисказывать изменения. Данным ответом администрация говорит нам о нежелании сейчас приводить все в соответствие и прекращать безобразие, беспорядие, которые происходят в городе и на остановках. Продолжаем... 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 Из принципа... Первую часть ответа, зачитанную юристом, а конкретно статью 19 федерального закона 220, к сожалению, юрист зачитал только часть выдержки из этой статьи, о том, что свидетельство об осуществлении перевозок продлевается только на 5 лет, это немного не соответствует действительности. И хотелось дочитать. Продвение указанного свидетельства и карты маршрута на меньший срок допускается в случае, если по истечении этого срока в соответствии с документом планирования предусмотрена отмена маршрута. Что это значит? Я подпишу. Это означает то, о чем я говорила вчера, что со стороны администрации для того, чтобы вернуть накатанные десятилетиями маршруты, а у нас сейчас есть готовность к тому, чтобы осуществить эти перевозки, не нужно снова возвращать эти маршруты, устанавливать их, на это все уйдет время. Проводить конкурсы, это все очень длительные процедуры. Мы можем выйти на маршруты хоть завтра. Хоть завтра выйдем. Что нужно сделать администрации для того, чтобы все-таки услышать народу? Внести изменения в два муниципальных акта. Это в документ планирования, что очень уговорится в федеральном законе, то, что я уже читала. И в реестр маршрутов. И распространить действия реестра маршрутов на правоотношения со 17 ноября это допускает в статья 4 Гражданского кодекса Российской Федерации действия гражданского законодательства во времени. Такая практика у администрации есть. При принятии нормативных актов зачастую администрация распространяет правоотношения, которые приняты уже позже, на правоотношения до определенного времени. То есть, юридически, на мой взгляд, и я считаю, что это будет правомерно, сейчас администрация может двумя нормативными актами исправить данную ситуацию. Просто было бы желание услышать нас. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Спасибо.